Всем привет! Это новости из Турции. Седьмой день. В Турции происходят землетрясения, сопровождающие обрушение зданий, поломку дорожного полотна или раскола грунта с образованием внушительных трещин. Сегодня, 12 февраля, на территории Турции было зафиксировано несколько землетрясений. Самое слабое, магнитудой в 2,9 балла, произошло в 16.07 в городе Гельбаши. Самое сильное, магнитудой в 4,3 балла, произошло утром в 7.46 в городе Антиохия или же Антакья. Всего за этот день произошло более 25 подземных толчков, магнитудой от 2,5 и до 4,3 балла. Но во время всех этих землетрясений в Турции продолжают работать спасательные команды, которые и по сей день достают из-под обломков все новых и новых людей. Но и у спасателей все обходится не без происшествий. Так, спасателей в Турции завалило обломками здания, пока они пытались достать пострадавших. В турецком Хатайе продолжается спасательная операция по вызволению пострадавших, которые остались под завалами из-за землетрясения. На кадрах видно, как на спасателей упала груда обломков. По предварительным данным, под завалами оказался один человек. Его спасли. Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 тысячи человек. Люди умирали под обломками собственных домов. Эксперты считают, что здания обрушились из-за ошибок строителей и архитекторов. Полиция арестовала уже 8 подозреваемых по этому делу. Помимо трудящихся на местах завалов людей, там также трудятся, не покладая рук, или же можно сказать, не покладая лап, лучшие друзья человека, а именно собаки-спасатели, которые, превозмогая все трудности, помогают людям в поисках пропавших под обломками людей. Лучший друг человека, раненая собака-спасатель, вытащила 5 человек из-под обломков в Турции. В разрушенном землетрясении в городе собака-спасатель продолжает выискивать людей под разрушенными домами, даже с изрезанными лапами. За несколько дней с помощью нее из беды было вызвано 5 человек. Животное изрезало конечности об осколке в развалинах во время поисков пострадавших после землетрясения. Даже после обработки и перевязки ран, пес продолжил помогать искать выживших. Лапы собаки пришлось замотать бинтами и скотчем. Четвероногие друзья по сей час спасают множество жизней в этой катастрофе. Именно в такие моменты начинаешь верить в чудо. В Турции 7-месячного младенца, пролежавшего под обломками дома, вытащили из-под завалов спустя 6 дней. В Крахман-Мараши чудом спасли ребенка, который пролежал под руинами без еды и воды почти 6 дней. Спасатели услышали тихий плач и ринулись искать малыша. Они старательно пробирались к нему сквозь бетонные плиты и разрушенные дома. Хамза, так зовут малыша, лежащий неподвижно, пока его вытаскивали. Однако, когда его достали из-под завалов, он начал слегка дергать руками. Несмотря на то, что мальчик был сильно обезвожен, он подавал признаки жизни. После спасения, ребенка отправили на скорой в больницу. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше интересного о Турции, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про лайки и комментарии, чтобы помогать нам в развитии канала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok